Почему за 4 года войны государство так и не создало единую и полноценную систему психологической помощи военным? Обсудим с Виталием Дейнега, известным волонтером, который точно знает, что происходит с нашими солдатами и на фронте, и уже тогда, когда они возвращаются в мирную жизнь. Здравствуйте, Виталий. Спасибо, что пришли. Вот у вас есть ответ, почему государство до сих пор не создало вот такую вот единую систему профессиональной психологической помощи нашим бойцам? Конечно, потому что обычно, знаете, когда где-то вот, скажем, какое-то болото, непонятно, что происходит, это всегда кому-то выгодно. То есть на данный момент, если мы возьмем прошлый год, то система была следующей. Формально система психологической помощи, реабилитации, она была. Участник АТО, он раз в год мог прийти в СЭБЕС, получить два окошка, физиологическая и психологическая реабилитация. В обоих окошках ты фактически получал путевку в санаторий, за который государство платило 5000 гривен. Санаторий, если это психологическая реабилитация, он обязан был иметь в штате психолога. Психологи эти, это очень часто были просто выпускники свежих вузов, потому что они нужны, иначе этот санаторий не может податься на тендер и выиграть эту программу. Но, как правило, там работают люди без опыта. Ну, как правило, без опыта или не работают, или это только формальность и так далее. С этого года вроде бы должно все стать лучше. То есть ветеран, во-первых, это уже не 5, а 8 тысяч гривен. Во-вторых, ветеран должен получить возможность выбирать, где он хочет это пройти. Но поскольку нет единого стандарта, то есть государство не решило, что такое психологическая реабилитация, из чего она состоит, как она должна проводиться, то мы сталкиваемся с другим риском. Ветеран может либо выбрать просто условно там, где он лучше отдохнет. Ну, отдохнет там просто, не знаю, там, например, вот у него есть выбор между психологическим кабинетом в Киеве и там под Киевом, например, санаторий с сауной, он, конечно, выберет сауну. Виталий, вы заговорили вот сами о мутной воде. Я правильно понимаю, что вы намекаете на то, что уже появились и здесь какие-то коррупционные схемы? Ну, вообще, по разным оценкам, коррупция вот в этих 5000 гривен, которые ветеран получал через Себес, она присутствовала там в размере до 30%. Это такое, скажем, оценочное осуждение. Там многих людей, чьё мнение я уважаю. Это раз. Два, это то, что далеко не всегда ветеран, он реально проходил, да, вот эту вот помощь. И третий момент, это то, что в связи с тем, что сейчас вот деньги условно начнут ходить за ветераном. То есть, если он решил проходить реабилитацию в этом месте, соответственно, это место получит эти деньги. Всё хорошо, кроме одного, в случае отсутствия стандартов, отсутствия контроля, ветеран будет выбирать, опять же, то есть, то, либо где он отдохнёт, либо условно назовём это конвертационным центром. То есть, место, где он этот... То есть, где-то может получить деньги, но немного меньше, да? Да, но немного меньше. Хорошо, тогда вопрос логичный. Какая тогда роль волонтёров? Если государство не справляется, если уже гидрокоррупция и сюда пробралась, да, то, как всегда, у нас вся надежда на общество получилась. Ну, смотрите, как это организовано в Штатах, например, в Соединённых Штатах. Вот как в Штатах, вы хорошо вспомнили, у нас сюжет следующий будет, как в Штатах, нам поучиться у них нужно, я сразу скажу. Ну, если могу немного забежать вперёд, я не знаю, что будет в сюжете просто, но они как раз вот это используют. То есть, ветеран у них может выбрать, в какой из негосударственных организаций он готов пройти эту реабилитацию. Она является обязательной, он не может её избежать. Она является стандартизированной, соответственно, она не может предоставляться не по стандартам, иначе эта организация теряет тут же статус и не может оказывать больше такие услуги, получая финансирование из госбюджета. И это отлично работает, и думаю, нам только надо поучиться. Виталий, а вот если только очень коротко, да, просто цифры. В сюжете поднимался вопрос о том, что точного количества на сегодняшний день никто не знает. Я готовился к эфиру от 20, но чуть ли не до 100 тысяч людей, которым нужна реабилитация на сегодня. У вас цифры какие-то актуальные есть? Ну, это достаточно точные цифры. Смотрите, на самом деле ПТСР это такая, я бы сказал, кроме того, что медицинский термин, это ещё и неплохой маркетинговый ход. На самом деле, далеко не всем ветеранам нужна эта реабилитация. Проблема в том, что для того, нужна она ему или нет, должен определять психолог. Во-первых. Во-вторых, их не надо стигматизировать и превращать в людей, вот им нужна помощь. Это очень часто взрослые мужчины, которые нашли в себе силы, и как-то они гармонизировались с миром, в котором войны уже нет, и в котором очень много совершенно безразличных людей, что очень шокирует всегда людей, возвращающихся с войны. Но проблема в том, что, опять же, это должен принимать решение психолог, и должен быть стандарт, и тогда этого не будет. Ну, понятно, это понятно, потому что, в принципе, психологическая помощь, она у нас дело добровольное, но, согласитесь, иногда бывают моменты, когда нужно и перенудить. Из 350 тысяч, это должно, это, там, по разным оценкам, порядка, там, 25-30%. Понятно. Виталий, каждый раз, когда вы появляетесь у нас в эфире, я считаю своим долгом сказать вам огромное спасибо за ту работу, которую вы делаете, за тот нелегкий труд. Низкий вам за это поклон. Спасибо вам. Виталий Денега. Спасибо людям. Известный волонтер, основатель фонда «Вернись живым», был гостем подробностей недели. Спасибо. Спасибо.